Приветос, Амигос! Прежде чем перейти к разбору игры Hellblade, хотелось бы процитировать разработчика этого шедевра, а сказал он примерно следующее. Проект Hellblade не для казуалов. Мы не стремимся продать ее всем, мы рассчитываем продать не 3 миллиона копий, а скорее 300 тысяч. Из-за этого некоторые еще на стриме начали твердить, что игру нужно оценивать как инди-проект. Между тем, экшен-адвенчура от студии Ninja Theory описывается разработчиками как независимый ААА-проект. Ну так вот, я тоже хочу сказать, что я не игровой журналист, я не стремлюсь всем понравиться, и не рассчитываю, что это видео посмотрят 3 миллиона человек, а посмотрят, скажем, 30 тысяч. Согласитесь, звучит как бред. Каждый разработчик и инди-он или не инди-стремится продать свою игру как можно большим тиражом. Чтобы заработать на этом деньжат и вложить эти средства, например, в следующий проект, как это было с тем же Ведьмаком, который от части к части становился лучше, больше, красивее и богаче. Поэтому фраза типа «Наша игра не для всех, а для 300 тысяч утонченных ценителей» звучит как отговорка, дабы заранее оправдаться перед игроками, которым игра не понравится. В то же время, игра своими трейлерами, обзорами от журналюк и интервью с разработчиками заложила в головы игроков определенные ожидания. Ведь на экране всегда показывались либо сражения, либо катсцены. Если там и была ходьба, то опять-таки по самым живописным локациям. Все это было очень графонисто и здорово смотрелось. Где же в трейлерах игры, которые рассчитывают не на тираж в 3 миллиона, а в 300 тысяч, ходьба, которая занимает 40% игрового времени, или поиск рун, который занимает еще столько же? Я посмотрел обзор от хуем в жопу, а не реклама, и там за 15 минут перечисления огромных плюсов и маленьких минусов этой инновационной игры, почему-то забыли упомянуть, что после каждой двухминутной драки идет 10-минутный поиск долбанных рун. Окей, давайте по порядку. Сюжет, внимание, сейчас будут спойлеры, потому что без них тут никак. Итак, главное действующее лицо – поехавшая кельтская воительница. На руке у нее какая-то скверна, или тьма, или черная чума, ее как только в игре не обозвали, которая распространяется с каждой смертью, и ходит легенда, что якобы если эта скверна поглотит голову героини, у вас удалятся сохранения, и вы начнете сначала. В комментах мне уже написали, что есть стримеры, которые специально умерли по 50 раз, ни у кого сейвак не отобрали. Так как героиня поехавшая, она постоянно слышит голоса. Отчего у нее отъехала крыша, этот вопрос остается открытым, но у меня есть версия. Один из камней, выполняющих в игре функцию местной википедии, сообщает о некоем заболевании под названием черная чума, или что-то типа того, которое хитро передается даже от матерей к их детям. Судя по всему, Сенуа, так зовут героиню, унаследовала эту болезнь от своей матери. Именно она и распространяется по ее руке. Ее отец, то ли жрец, то ли шаман племени, то ли просто радикальный боговер, заживо сжигает ее мать, мотивируя это тем, что ее мать бросила вызов богам. Сенуа видит этот процесс, но впоследствии этот момент теряется в ебенях ее памяти. Затем она встречает свою любовь Диллиона, решает уйти вместе с ним, о чем ставит в известность своего отца, на что получает жесткий отказ и порцию пиздюлей и напоминаний о том, что она проклята, а следовательно уходить никуда не должна. Так что она должна остаться с ним и бороться со скверной, ну, видимо, молитвами. Затем Диллион погибает. Как именно в игре не говорится, но как одна из версий, его убили какие-то северяне, а возможно и папенька постарался. Убили его, судя по всему, каким-то особым ритуалом с подвешиванием и снятием кожи. Отчего Диллион попал в Хель, скандинавское царство мертвых, в то время как Тру Викинги, как мы помним, отправляются немного в другое место на Вечный Бухич и Жорева Кабанятины до самого Рагнарёка. Возможно, речь в игре идет о казни, которую показывали в сериале Викинги. Кровавый Орел, легендарная казнь времен викингов, состоявшая якобы в том, что на спине осужденного рассекали ребра и разводили их в стороны наподобие крыльев. Цимми заключался в том, что жертва в процессе экзекуции не должна была кричать, иначе пьянствовать в Вальгале будут без него. Судя по всему, Диллион этого процесса не выдержал и угодил в Хель, куда Сенуа и отправилась, чтобы спасти его душу с головой любимого в мешке. Немного о плюсах данной игрушки. Графика и оптимизация хороши, вполне себе на уровне 2017 года. Видел я, конечно, и получше, но и хуже я тоже видел, причем гораздо чаще. Антураж локаций просто отличный. Смотрится красиво, эффектно и, собственно, вкупе с графикой только он игру и тащит. Звук в игре просто прекрасный. Когда в одной из локаций раздался далекий раскат грома, я думал, что это снова у меня дождь начинается. Отдельно нужно выделить голоса, которые слышит героиня, а следовательный игрок. Так вот, звучат они в наушниках так, как будто три бабы одновременно шепчут вам на ухо, и каждая о своем. Поначалу я не прислушивался к тому, что они говорят, и думал, что они сделаны для того, чтобы пиздеть, как обычно, под руку и раздражать. Но на самом деле голоса дают подсказки о том, куда нужно идти, что нужно сделать, и даже когда на вас сзади или сбоку нападают враги. И это отдельная тема. Мне даже кажется, что для того, чтобы повысить роль голосов в игре, и в частности в бою, в игре и была выбрана такая неудобная камера. Посмотрите, персонаж занимает половину экрана. Во время боя нет никакого периферического зрения, видно только врага, стоящего перед вами. Поэтому спастись от удара в спину или сбоку можно только своевременно среагировав на предупреждение голосов. И это действительно нечто новое в играх, чего раньше практически не было. Вернее, верещащие спутники, предупреждающие о том и о сём, были. Но обходиться можно было прекрасно и без них самих, и без их мудрых советов. А в Hellblade же эти голоса почти такой же внутренний союзник, как и в олдовой Дарк Мессии, разве что куда более шумный. Ну и само собой, чтобы советам голосов следовать, нужно хотя бы средненько знать английский. С субтитрами переведена от силы десятая часть всех их разговоров. Боёвка в игре довольно проста. Почти ультимативный блок, ультимативный перекат и три вида ударов. Горизонтальный, вертикальный и удар ногой для сбития блока. Плюс те же самые атаки, но с разбега. Умереть в бою даже с толпой противников довольно проблематично, ибо в помощь игроку регулярно откатывающийся режим слоумоушена, в котором возрастает исходящий дамаг. Во время слоумоушена Сенуа успевает прилично отхилиться. Но даже если по какой-то причине враги её всё-таки нагнут, то быстро прокликав все кнопки, можно заставить её подняться и продолжить бой. И это они называют игрой не для казуалов. Да, в игре нет интерфейса, а нахрена он тут нужен? Нет полоски здоровья, она и не нужна. Умереть можно только в начале игры, и то с непривычки. Состояние здоровья ощущается интуитивно, да и хилок в игре всё равно нет. Нет миникарты с компасом, тоже нахрень не надо. Игра прямая как кишка, инвентаря нет, магии нет, прокачки нет. Поэтому и интерфейса тоже нет, в нём нехрен показывать, а не потому что игра хардкорная. Повествование в игре тоже не самое прекрасное. В тонкости скандинавской мифологии игрока посвящают так, как будто эту мифологию придумал лично разработчик. Я уже упоминал эту каменную википедию в игре, упомяну ещё раз, говнище редкостное. Многое из того, о чём в этих камнях говорится, все и так давно уже знают. Про Вальгалу, про Рагнарёк, по фильмам, по играм, по сериалам. Поэтому мало того, что данный способ подачи информации довольно сомнительный, так ещё и сама инфа не первой свежести и не первой необходимости. Сюжетное же повествование это вообще какой-то пиздец. Поскольку происходит оно в голове поехавшей героини, игрок становится свидетелем трэшовых сцен и безумных диалогов, которые в итоге вместо выстраивания сюжетной линии создают какую-то кашу, как будто рассказ начинается с середины, а начало и конец истории вы узнаете в конце игры одновременно. Ну и наконец, минусы игры. Как я уже сказал, солидную, если не большую часть геймплея занимает ходьба. И даже когда героиня, казалось бы, бежит, скорость её передвижения не особо увеличивается. То есть ты просто ходишь, крутишь с жалом по сторонам, смотришь на пейзажики и слушаешь голоса. После каждых пяти или десяти минут ходьбы наступает файтинг. Разновидностью врагов игра тоже не балует, а уж по механике они и вовсе делятся на с щитом и без щита. Ну а после файтинга наступает моя любимая часть – ебучие загадки. Причём игра могла бы претендовать на какой-нибудь экзотичный жанр экшена с головоломками, если бы задачки не были одни и те же. А именно, поиск рун из палочек, веточек, теней и прочей херни. И составление мозаик путём взгляда на объекты с определённого ракурса. И эта херня, учитывая скорость передвижения персонажа, занимает больше половины игрового времени. У меня только один вопрос к разработчику, всего блять один. Кто вам сказал, что это хоть на грамм, хотя бы сука кому-нибудь будет интересно? Особенно на третий раз, или на пятый. Учитывая количество говна и крови в вашей игре, вряд ли она имеет детский рейтинг. Так на какой же хуй вы набили её детскими загадками? И почему вы ограничились только этими? А как же нетленки типа «найди пять отличий» или «помоги пройти Митти Лабиринт»? Серьёзно, это какой-то пиздец. Раз за разом, каждый блять 10 минут одно и то же. В какой-то момент я думал, что к концу игру выучу алфавит древних викингов. Но, увы, буквы довольно быстро начали повторяться. Настолько блять дохера в игре эпизодов с их поиском. В начале игры, после каждой найденной с руны, наступает суперигра, в которой нужно убежать из пожара. Но, слава богу, разработчик понял, что без паркура это тупое говно нахрен никому не интересно. И после трёх-четырёх, а то и пяти повторений этой потрясающей миссии, из игры её убрали. Из нестандартных заданий для этой игры можно отметить разве что бег от монстра в темноте, от света до света, что не очень интересно, потому что монстр не может вас догнать. Ну и хождение в другой темноте на звук. Также более-менее сносные боссы, особенно вот этот. Правда, под конец сражения у меня от него голова разболелась. Ну а в остальном же, игрока ждёт дикое однообразие. Драка, руна, ходьба, драка, руна, ходьба, драка, руна, ходьба и так всю игру. Главный грех этой игры в том, что она просто нереально скучна и монотонна. В игре нет какого-то суперинтересного сюжета, который бы заставлял двигаться вперёд. Вместо этого вперёд заставляет идти надежда увидеть хоть что-то новое, но этого, конечно же, не произойдёт. Эта игра скучна настолько, что в два единственных момента, когда в этой игре начинает играть простенькая музыка, а это такое ощущение, что единственный саундтрек для уровней в этой игре, то с дичайшей непривычки начинаешь воспринимать этот простенький саундтрек как лучший на свете боевой марш и просто нереальную музыку. Просто потому, что всё остальное в этой игре проходит без музыки вообще, под аккомпанемент этих бесконечных шёпотов в ухо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, конечно же, финал игры. Это одна большая мега-драка с повторением всех боссов, с бесконечными врагами, которые под конец начинают спавниться за спиной. Слоу-моушен, конечно же, продолжает тащить. И прежде чем пасть смертью храбрых, волны моих врагов успели смениться пять, а то и шесть раз. Но в итоге финальный бой я всё-таки проиграл и, как выяснилось, правильно сделал, потому что это, сука, часть сюжета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА